Сегодня мы хотим поговорить о теме, которая, возможно, завтра коснется каждого из нас. Это война. Уже в воздухе стоит запах серого пороха. Никто не верит до конца в то, что вообще Россия может начать с кем-то воевать, потому что сумасшедшие технологии. И как вообще в этих условиях, когда уже дроны будут уничтожать живую силу, представить, что возможны реальные боевые действия. Кроме того, при наличии ядерного оружия, которое вмиг может превратить земной шар в атомный пепел, в голове не укладывается, пока это военная некая парадигма развития нашего будущего. Но, тем не менее, идет открытая сегодня пропаганда войны. И здесь мнения разделились. Первое говоря, что вообще Россия – это страна, которая без войны не может, потому что любая империя, а мы все-таки себя по привычке относим и к Российской империи, и к Советской империи, она должна показывать зубы и военную мощь, отрабатывая свой потенциал на конкретных локальных полигонах, потому что без подготовки невозможно встретить достойно врага, который перейдет в очередной раз границу. Но, с другой стороны, чем для нас все это может обернуться? И у нас каждый раз присутствует некая аналогия. Многие годы, вот этот культ Победы, 9 мая, что, дескать, если бы не война 1941-1945 год, вообще был бы такой подъем, потому что тут же на войну работали все смежные промышленные отрасли, крепился дух, и русский народ как раз стал предметом достойных оценок непосредственно советскими вождями только благодаря войне. Ну, отчасти это правда. Вот, может быть, все-таки России действительно нужна война, чтобы встряхнуться от этого коммерческого бытового тлена? В свое время, работая в Совете министров СССР, я впервые оказался в спецхране, главном библиотеке страны, ну, Ленинке. И Ирина Васильевна Морозова, заместитель генерального директора библиотеки, которая была вот моим гидом-проводником, объяснила мне, на мой изумленный вопрос, а меня действительно это поразило, сразу бросилась в глаза, обилие военной литературы в спецхране. И я не знаю, нужно объяснять, что такое спецхран. Да, спецхран был, да, все это остается той литературой, которая не допускалась до массового читателя. Да и не массовому читателю попасть туда было невозможно. Доступ, ты мог заказывать книгу, но надо было слишком много документов собрать, чтобы ее получить. И вот я, просматривая эти фонды, был поражен обилием не просто литературы о войне, а в первую очередь фотоальбомами о войне. Вот что такого, что нужно было цензуре запрещать, эти книги давать массу? Нет, это не фотоархивы, это уже изданные в большинстве своем на Западе фотоальбомы. А, западные изданные. На Западе фотоальбомы, но это фотоальбомы касаются Восточного фронта, Великой Отечественной войны. Это альбомы о нас, о нашей войне, которые были запрещены для нашего читателя. Почему? Ирина Васильевна была очень удивлена моим вопросом. Оказалось, что я не сведусь в том, что в стране у нас был запрет на ужасы войны. Мы изначально создавали флёр войны, вот этот романтизм войны. Воспитывали вот в нас вот состояние переживания. А, как это я не попал на войну? Вот это, наверное, плакать будут ночью о времени большевиков, а тут о времени войны. Вот они, как им повезло, эта война, вот это воспитывалось. Весь негатив, весь ужас войны был запрещен. Создавался романтизм войны. Создавалось то, что ещё до войны говорили, советский народ не только умеет, но и любит воевать. Слова Молотова, которые выносились в заголовке газет. И вот сегодня мы столкнулись с самым страшным. Да, воздухи пахнет войной. Больше того, кремлёвские пропагандисты эту войну начинают нам навязывать и превозносить. Начинает в нас раззадоривать интерес к войне, причём к войне такой защитительной. Мы идём защищать своих братьев, мы идём защищать русских. Собирались их защищать на Украине. Теперь собираемся, теперь оказалось, что надо русских и в Казахстане спасти туда. Позвали, но на протяжении всей истории Российской империи мы кого-то спасали. Мы первая мировая война, мы сербы спасали. Здесь-то благородство, здесь-то благородство. Мы идём своих защищать. И вот возвращаемся к войне. Дело в том, что в народе самое страшное – нет ненависти к войне. Вот за эти годы, а я не отличаю большевистские годы от нынешних лет, я потом это леко докажу, ничего не изменилось. Ни в идеологии, ни в настроении. Все эти, вся эта команда современная, правители – это плоть от плоти коммунистического вчера. Со всеми теми же мозгами, да как они могут быть иными, они все оттуда. И они всё это сохранили и только развивают. Так вот, если мы не сможем поднять ненависть народа к войне, нетерпение войны, народ должен дышать ненавистью к войне. И власть это должна чувствовать. Я почему боюсь войны? Я реально её боюсь. Потому что я понимаю, вот в этой войне, какая бы локальна она ни была, мы добьём русский народ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова